Братья-месяцы В этот день христиане чтут память двух святых, носивших имя Сергий. Первый из них занимал высокую воинскую должность при императоре Максимиане, жил в III-IV веках. Второй Сергий, Нуромский, Вологодский, ученик Сергия Радонежского, жил в XIV веке. Никем святой Сергий вовсе и не руководил, просто в народе считали, что с этого дня зима начинается, вот и прозвали Сергия начальником. Обычно к этому времени выпадает первый снег, днем он тает, но ночью бывают настоящие морозы. Хотя год на год, конечно, не приходился. Бывало, что по снегу и морозу люди уже скучать начинали, а октябрь все паутину по улицам гонял, не желая с теплом и светом расставаться. И тогда хмурили старики лбы, стараясь вспомнить, когда это еще на Сергия Зимнего попадало им в одних рубахах на заваленках жариться. А всезнающие старушки, божась и строго поджимая губы, толковали о скором конце света. Но проходило время, и все вставало на свои места. Ночные туманы оборачивались к утру изморозью. Озорные братья-морозцы стучали ледяными кулачками в окна и двери домов, заставляя хозяев запираться поплотнее. А полуночные ветры, наигравшись в поднебесье снежными облаками, бросали их на землю, словно дети, уставшие от старых игрушек. И никого уже не удивляла снежная пороша, гонимая лихими сквозняками вдоль застывших на морозе улиц. Октябрь-зазимник сборы к зиме завершает. А пока не остеклились молодым ледком тихие водоемы, добрые хозяева спешили опустить в омуты пузатые бочки с засоленными в них огурцами. Ведь температура подо льдом ниже 4 градусов тепла не падает и держится всю зиму приблизительно на одной и той же отметке. Для огурчиков в крепкие бочки закатанных лучшего хранилища и не придумаешь. Весной, после таяния льда, доставали крестьяне из воды свои захоронки и пополнялся скудный к тому времени стол хрустящими чудо-огурчиками. На серге печь растапливает младший член семьи. Тогда зимой, по словам знающих людей, в доме не будет зябка. Женщины надевают новые платки. Веря, кто на серге новым платком голову покроет, у того весь год голова не будет болеть. В этот день примечали, если снег в этот день выпадал, а деревья еще не полностью сбросили листву, настоящей зимы ждали еще не скоро, не раньше Матрены, 22 ноября. И добавляли, Сергий инеем травы бьет, а Матрена зиме вспять повернуть не дает. Сергий зиму начинает. Братья-месяцы